Пришло время гостей в шоу «Утро. Дома». И сейчас к нам присоединяется музыкант, лидер группы «Вопли» Ведоплясова Олег Скрипко. Доброе утро, Олег. Доброе утро. Доброго дня. Витаю вас. Скажите, пожалуйста, как эта война изменила вас? Ведь многие уже говорят, что так, как было до, уже больше не будет. Ну, изменила сильно. Ну, я знаю, мне нравится, что я стал больше любить людей и ценовать жизнь, скажем так. Ну, это стосовно всех, по-моему, нас. Олег, а скажите, где вас вообще застала война? Как вы восприняли начало войны? Ну, все было дома, в лужку. Ну, застала война, я шел в Киеве, я не верил, что война останется. Как большинство украинцев это сталося. Это был шок, который надо было пережить, усведомить. Я думаю, что как раз цей шок меня изменил. Расскажите, пожалуйста, как сейчас ваша жизнь устроена? Мы знаем, что вы много выступаете с благотворительными концертами. На первые дни войны было тяжело, страшно. 8 березня удалось играть первый концерт. Он был для лекарей и детей в Ахмадиде. Я понял, что это выход делать какие-то правы для людей. И потом мне удалось играть для воинковых. И был большой период, играли много концертов для воинковых. Для ТРО, для Назвардии, для ЗСУ. А теперь я в Туре, в Европе. И это совсем иншее ощущение, когда ты въезжаешь в страны, которые не знают войны. Они только читают новини. Идет, естественно, життя. Это как-то дивно. Дуже дивно это выглядит. Но, тем не менее, тут много украинцев, которые переживают. Они в стрессе. И, как бы, такой объединенный фактор, музыка, песня. И, выясняется, с нами очень много, с сердцем европейцев. Очень-очень много. И это из Украины, мы этого не видим. Какие европейцы с нами солидарны. Я не понимаю этого факта. Честно говоря, это приятно наблюдать. Но я не понимаю, почему так европейцы включились. Но это очень сильно включились. Особенно на ревне побутового. Олег, а скажите, вы ощущаете, что Украина и украинская музыка сейчас во время войны изменятся? Да нет, они изменятся. Единаем мы с братья сердца наше в огневе. И с нами весь свет. Свята наша справа. Слава Украине. Героям слава. Скажи слова. Слава Украине. Героям слава. Скажи без страху. Российский корабель. Как вы уже говорили, вы давали довольно-таки много концертов в Украине. И сейчас выступаете в Германии. Насколько вы видите и замечаете, как сейчас музыка важна для людей? Наши концерти, я бачу, мають дві дуже важливих функции. Не знаю, какая из них важливая. Из наших людей это объединительный фактор. Я осведомлю, что все равно какая-то часть украинцев остается в Европе. Мы ничего с этим не сделаем. Но если мы объединяем людей, они встречаются, они спевают наши песни, они с сердцем объединятся вокруг Украины, великая часть она все равно повернется, будет помогать Украине. А другой аспект, что нужно поддерживать внимание вокруг Украины. Потому что спадает увага европейцев. А сейчас, ты пачу, в этот момент Европа принимает решение, если мы выйдем в Евросоюз, или нет. Это очень ответственный момент. И мне кажется, что это правильный подход, саме с мистерской стороны, показать Украину. Это очень важно. То, что украинская песня звучит, что в Украине не только проблемы, у нас есть много хороших песен, есть артисти, люди достаточно веселые, сентиментальные, с почетом гумора. И как раз вот такая подача Украины, она на сегодняшний день очень эффективна. Но мы, мы артисти, повернемось швидко до Украины. Потому что будем с нашими родинами и воевками. И нужно переконовать наших людей, чтобы они тоже повернулись к Украине. Олег, скажите, пожалуйста, я поняла, что все-таки новые песни пишутся, да? У кого как? У вас, у вас. У нас такой активный период. У меня одна песня написалася. Это как раз в той час, когда я сидел дома, под сиренами, под выбухами. И в подвале написалася песня. Одна, и это достаточно швидко вышло. А сейчас концертный период не до того. У меня сын пишет много песен. Не знаю, там, принял эстафету. Он сейчас в Киеве. И уже там один альбом написал. Сейчас еще другая женщина начинает писать. На концертах играются те песни, которые уже написаны давно-давно. Олег, скажите, пожалуйста, недавно Верховная Рада приняла законопроект о запрете российской музыки, русскоязычной музыки в медиапространстве и в общественных местах. Что вы об этом думаете? Как отреагировали? Спасибо большое, Олег, что с нами связались. Несмотря на дорогу, плохую связь. Было очень приятно вас видеть и слышать.